МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напряженная ситуация у жителей гостинки на Свердлово сгорела дорогостоящая техника. Жеребьевка для многодетных сегодня в городской администрации распределяли земельные участки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Погода, похоже, настраивается, по крайней мере, уже не так холодно. А сегодня утром заметила, детки в садик идут в куртках и шапках. И это середина июля. А мы готовы рассказать вам о самых интересных и важных событиях, произошедших в нашем городе. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Северное сияние совсем недавно наблюдали жители гостинки на улице Свердлова. Вечером, по словам очевидцев, в гости к ним нагрянули подвыпившие электрики. Результатом их нетрезвой деятельности стал скачок напряжения. Екатерина Федорова расскажет подробности. Тут как щелчок, сразу телевизор погас, лампочку вышибло, из компьютера дым пошел. Я даваю все, естественно, отключать, выключать, пошла к низу. Там стоит пьяный электрик, еле на ногах стоял. И здесь начался кошмар. Только еще вопрос для кого? Для жителей гостинки или для электрика? В щитовой монтер, по словам местных, подключил не те провода. В результате произошел скачок в напряжении. У многих дома сгорела бытовая техника, телевизоры, компьютеры и музыкальные центры. Спускаю, здесь лежит пьяный электрик, а второй стоит, там что-то ковыряется. Я говорю, что делаете? Да вот, настраиваем свет. Сейчас щитовая в первом подъезде закрыта на замок. Неполадки со светом устранены. Но что же на самом деле случилось в тот вечер? Действительно ли электрик на вызов явился в нетрезвом виде? За ответом мы отправились в управляющую компанию. Там и встретили начальника по участку и того самого электрика. Они кричат, пьяный там, не пьяный, нет, конечно, такой же, как сейчас. Электрик утверждает, был трезв. Аварийная ситуация в гостинке случилась из-за того, что в щитово не было нужного рубильника, который бы обесточил дом. Монтер, не вырубая электричество, стал проводить работы. Далее случилось непредвиденное. Отпал заземляющий провод. По идее, так и делается, что надо было выключить все совершенно. То есть нарушена техника безопасности? Ну, как бы... Ну, конкретно, по факту, да? Да, получается, что щит не обесточен был. Так просто электрика озлобленные жители гостинки не отпустили. Устроили ему, что называется, разбор полетов. Результат их деяний налицо. Кто же будет возмещать материальный ущерб, если в каждой квартире что-то сгорело? Конечно, жители гостинки очень жаль в этот момент, что так произошло с нашей стороны. Мы, конечно, приложим силы, силы все, чтобы как-то... Конечно, это будет в судебном порядке все решаться. Руководство Уральской жилищной компании находится в Екатеринбурге. Эта организация обслуживает почти все гостинки в нашем городе. Поэтому все юридические вопросы только через иногороднее начальство. Сегодня все пострадавшие от этой ситуации будут на общем собрании решать, что же делать дальше. Кто оплатит ремонт бытовой техники. К слову сказать, многие жильцы гостинки уже наняли юристов и намерены обращаться в суд. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А в Березняковской администрации сегодня состоялась жеребьевка земельных участков для многодетных семей. Свой кусочек земли получили 32 семьи. Сегодня раздавали участки в деревне Шарапы. В прошлом году некоторые семьи отказались от земли. Сегодня те же отказные сотки снова участвовали в жеребьевке. Деревня Шарапы рядом с городом и местом. Действительно красивые. Но пока в Шарапах не проведены сети инженерно-технического обеспечения. Сказали, что который нам попался участок, там совсем болото и овраг. То есть до того, чтобы дойти, там вот такая трава. Не знаю. Сейчас здесь зал с вас съездим, проверим, будет видно уже, что делать дальше. На принятие решения семье дается пять дней. То есть до 15 июля включительно нужно определиться. А более подробный репортаж о распределении земельных участков в Шарапах смотрите в нашей программе завтра. Не нашли иного выхода, чтобы справиться с катастрофической аварийностью на улице Гагарина. Там решили установить светофор. Сегодня он заработал. Теперь остается надеяться, что те водители, которые не смотрят на знаки, хотя бы увидят регулировщика. Светодиодные светофоры заработали на перекрестке Гагарина-Льва-Толстого и чуть ниже на улице Челюскинцев. Аварийность на этих небольших перекрестках била все рекорды. Бывалые по несколько ДТП в день. Водители, игнорируя знаки приоритета, сносили их, травмировались сами и калечили невинных людей. Эвакуаторы вывозили отсюда груды из кореженного металла. С предложением установить здесь светофор к администрации города вышли сотрудники госавтоинспекции. Накануне дети из отрядов мэра, школьники и молодежной организации собирали мусор вдоль реки Быгель. Субботник прошел в рамках всероссийской акции «Нашим рекам и озерам чистые берега». Немного помогла в уборке и наша съемочная группа. На берегу. Там нерадивые туристы оставили очень много мусора. Собирайте все только на берегу. Почти полмиллиона россиян в 80 регионах страны подключились к экологической акции «Нашим рекам и озерам чистые берега». Березняковцы тоже не остались в стороне. Среди сотни добровольцев Лилия Дудко. Девушка год назад выбиралась из Луганска под обстрелом Града. В то время Лиля даже не думала, что окажется в Березняках. И тем более, что будет убирать за кем-то мусор. Хоть эти края для нее не родные, но девушка с удовольствием вносит свою лепту в это благородное дело. Самой не хочется его потом бросать. Вот это, чтобы я никогда не бросал мусор. Постараюсь в мусорные контейнеры больше, чем неприятно природу портить. Ассортимент мусора велик как никогда. Ребята находили и бутылки, и колеса, и тряпки. При этом, вспоминая недобрым словом тех, кто любит так не по-взрослому себя вести. Что ты думаешь о людях, которые мусорят? Ну, я думаю, это люди неответственные. Потому что вот если их заставить это убрать, то, я думаю, больше никто так мусорить уже не будет. То есть один раз дать попробовать им, то есть убрать и все. Такими добровольцами можно гордиться, в отличие от тех, кто, по-видимому, не привык жить в чистоте. Жаль, что любители мусорить зачастую не задумываются, какой вред могут принести окружающей среде. То, что они оставляют, это вредит животным, насекомым, растениям, которые растут по берегам. И в конечном итоге вредит самой реке. А это наше природное богатство, которое мы бы, наверное, хотели оставить нашим потомкам. Забирайте мусор с собой. В этот же день за чистоту боролись в районе 10-й школы и МЖК. Остается надеяться, что люди, которые ведут себя как свиньи, все же образумятся. И найдут себе силы донести фантик или пустую бутылку до урны. А помнишь, что чистота города зависит от каждого жителя. Сергей Коленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Середина лета не балует нас теплой погодой. Зато это отличное время для шоппинга. Так что в выходные можно порадовать себя покупками. Евгения Кокшарова открыла для себя место, где можно купить качественную обувь с хорошими скидками. Наталья и ее дочь Анжелика просто счастливчики. Впереди отпуск. Эту прелестную пару ждет солнечная Ялта. В последние деньки перед поездкой нужно успеть купить обувь. Лето 2015 мы решили посвятить Ялте, Крыму. Уже готов список наших путешествий, экскурсий. Поэтому очень важно, конечно, чтобы обувь была яркой, соответствовала одежде. И самое главное, чтобы была удобной. Да, дочь? Ну, еще, конечно, чтобы она была модной. Ну, естественно. Яркие с собой сандалии для пляжа, ультрамодная текстильная обувь для прогулок по городу. И босоножки на каблуках и платформе. Чтобы вечером на набережной чувствовать себя настоящей королевой. От такого разнообразия кругом голова. Директор обувного отдела Татьяна Гараева говорит, что сейчас самое выгодное время для покупки обуви. Покупатели могут окунуться в море скидок. Середина лета – это самый удачный сезон для того, чтобы приобрести новую пару летней обуви. Вот такие яркие босоножки из натуральной кожи производства Турции. Можно приобрести со скидкой 1000 рублей. Босоножки производства Бразилия. Также натуральная кожа полностью. Со скидкой 50% вы сэкономите 1600 рублей. Если ваш мужчина не любит ходить по магазинам, думаем, в это время стоит сделать исключение. Именно сейчас можно приобрести пару отличной обуви, которая прослужит не один сезон, со скидкой до 50%. В нашем отделе мужчины могут приобрести хорошую качественную обувь производства Германии. Комфортный вариант – натуральная кожа со скидкой 1000 рублей. Если вы предпочитаете классику, можно остановить свой выбор на модели производства Испания. Натуральная кожа сэкономив также 1000 рублей. Кстати, откроем секрет. Такие выгодные предложения делают в отделе качественной обуви «Шевро», который находится на втором этаже торгового центра «Миллениум». А наши героини Наталья и Анжелика без обновок не ушли. Еще и сюрприз получили. Ведь по субботам и воскресеньям каждый покупатель отдела «Шевро» получает подарок. «Шевро» – это место, где дарят комфорт и хорошее настроение. Евгения Кокшарова, Юрий Дронин. Новости на ТНТ. Вы смотрели «Главные новости города». Далее вас ждут прогноз погоды и новая серия проекта «Будь в теме». Обязательно посмотрите. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и спасибо, что нас смотрите. Субтитры предоставил DimaTorzok В Губахе столбик термометра не поднимется выше 16 градусов. Облачно и дождливо. В Кизеле такая же погода. Дневная температура в районе 16 градусов. В Соликамске плюс 15, плюс 17. Облачно с прояснениями и кратковременный дождь. В Березниках 10 июля переменная облачность и дожди. Ночью 9-11 тепла. Днем плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. В пятницу солнечная активность, умеренное геомагнитное поле неустойчивое. Информация предоставлена центром ФОБОС. Грандиозное снижение цен в формуле тепла. Котлы газовые от 13 тысяч рублей. Радиаторы от 370 рублей за секцию. Насосы от полутора тысяч. Звоните 20 10 50. Швейников 1.